Всем здравствуйте! Всех вас рад видеть на канале. Сегодня в ролике посмотрим, сколько моя разводня потребляет электричество в ваттах. Ну, еще раз говорю, это примерные значения. Возможно, что-то там нужно, какие-то еще дополнительные показатели. Если кто-то в электрике понимает, вы там напишите. Где-то, возможно, я терминологию как-то неправильно применяю, что-то неправильно говорю, потому что светодиодная лента, там, видать, вот эти маленькие диодики. Ну, мне нравится вот слово галогенки. Я вот так вот эти лампочки махонькие называю галогенками. Хотя, возможно, это неправильно, я так думаю. Ну, отдельные фильтра посмотрим, компрессора. Возможно, кому-то эта информация поможет. Возможно, у кого-то похожее оборудование. Ну, и будет знать примерно, сколько какой компрессор, фильтр потребляет. Ну, и также, я вот не мерил на обогревателе. У нас пока тепленько. Если будет кому-то интересно, напишите. В будущем тоже замерю, сколько потребляет, допустим, тот или иной обогреватель. Там, 25-ваттный, там, 100-ваттный разных фирм. Мне тоже будет интересно. Ну, вот, в дальнейшем, возможно, тоже сделаю об этом ролик. Ну, как говорится, будем посмотреть. Не прощаюсь. В конце ролика мы с вами еще увидимся. Там я вам все зачитаю. То, что я буду выписывать, записывать. Всем вам приятного просмотра. Буду использовать вот такой вот прибор. Если не ошибаюсь, ваттметр он называется. Или вольтметр. Ну, не важно. Самое главное нам посмотреть потребление. Давайте начнем с фильтра. 11 ватт. Вот здесь на нем написано. 11 ватт. Посмотрим сейчас, сколько этот фильтр в реальности потребляет. Надо найти еще. Показатель. Вот. 8,3 ватт. 8,4. То есть, это приблизительно. Почему приблизительно? Потому что некоторые показывают чуточку побольше. Ну, 8,4. Там 11. То есть, разница ощутимая. Это вот уже лампочки. 12,1 ватт. Сейчас покажу, какие лампочки. Вот эти вот две лампочки. Вот это 7 ватт. Вот это 9 ватт. То есть, тоже они потребляют гораздо меньше. Так что, я очень рад. Ну, и сейчас вот компрессор я включил. Показывает 4,2. Ватта примерно прыгает. 4,3. 4,1 может показывать. Вот сейчас 4,3. А здесь на нем написано 5,3. Ну, это вот он сейчас в холостую работает. Это модель, видите, CX-0098. У кого такой же, примерно будете знать, вот сколько потребляет такой вот компрессор. Тоже меньше. Ну, и самое интересное. 60 ватт показывает. 61. Ну, вот видите, скачет. 60, 61. Это лента. Вот это вот. Посмотрите, лента 5-ти метровая. То есть, она вот так здесь проходит и там заворачивает и вот отсюда. Ну, я, если честно сказать, думал, что она будет меньше потреблять. Немного меня это огорчило. 5 метров 60 ватт. Ну, а может быть и нормально. для такой ленты длинной. Напишите тоже ваше мнение. Довольно-таки она длинная. Ну, и вот, пока я снимал, посмотрите, показатель так подскочил. Возможно, лента нагрелась или почему так произошло. 63,5-63 показывает. Видите, скачет немного так. 63 ватта. Ну, от 60 до 64. Вот так можно сказать. Показывает 9 ватт. Чуть-чуть прыгает. 8,9. 9,1 тоже было. Это вот этот прожектор 10-ватт. 4,5-ватт. уже близко так. Кстати, светит он гораздо ярче, чем лента. Видите, 9,1. Ну, 9,0. Это вот показатель ленты. Посмотрите, 4,4 ватта, 4,5 ватта тоже было. лента вот такая вот желтая, метровая. По-моему, там двойная она. Две галогенки стоит по две. Сейчас, если даже 4,2 показывает, выключить. Не знаю, так будет видно или нет. Да, вот. Две галогенки здесь. Вот это уже нормальный показатель. Сейчас вот повыше переставлю, еще вот верхний там заменю. Ну, и вот эта вот лента тоже метровая. Здесь тоже две галогенки, по две галогенки или я не знаю, как их называть. Ну, вот, когда я включил, 6,5 было, показывал. 6,5 ватта и вот снижается, смотрите, 5, 4,8. Ну, я считаю, для метровой ленты это отличный показатель. та длинная лента меня удивила, конечно. Ну, а здесь вот уже более-менее все отлично. вот, 4,6, 4,5 приблизительно. Вот, здесь можно еще сейчас, не знаю, достанет или нет эта лента. Надо повыше переставить. вот так. Вот сразу максимальный показатель, да, но это двухметровая лента, 2 метра. Здесь тоже вот две галогенки. вот видите, в начале 26,7, 26,8, 27 даже скачет, видите, показатель. Метровая, да, как показывало, и посмотрите, два метра уже. Почему так? Я не знаю, может, кто-то знает, напишите. я в электричестве не очень хорошо разбираюсь, но почитаю про это тоже. Ну, вот, в среднем можно записать 28 ватт. 27,5, видите, прыгает. Ну, и вот 10 ватт показывает. Это уже вот этот фильтр, тоже 11-ти ваттный, они у меня все одинаковые, ну, там парочку есть других. Ну, видите, чуть больше значения, то есть так вот, для нагляд. Это тоже лента, показывает, ну, 45 ватт. Это вот эта белая лента, 5-ти метровая тоже лента, но здесь три галогенки стоят. Так, не знаю, видно или нет, нужно будет отключить, но вот три галогенки здесь. Вот так-то найдет, поверху. Ну, это уже отличный показатель, я считаю. Видите, ну, потихонечку снижается. Я думал, когда нагреваться будет, наоборот, будет, как бы, повышаться. Но нет, видите, 43 показывает. Ну, можно вот записать 45 ватт, побольше, да, в пике он показал, можно так сказать. показатель. и самый интересный показатель, надеюсь, видно, 26 ватт показывает. Не стал этот приборчик включать, а то здесь через переходничок немного барахли. Это вот этот вот компрессор Ressan 003 35 ватт. Так что вот такой вот показатель. 26,5, 26,6. Ну, вот, можно записать 26,5. Так что на 10 ватт меньше. Ну, ему не знаю, сколько лет, но лет 7, наверное, точно. Ну, у меня он года 3 работает, по-моему. еще у предыдущих хозяев, сколько он работал, я не знаю. Это вот подарок. Надеюсь, он еще мне долго прослужит. Показывает 6,3 ватта, 6,4, так, плюс-минус, 6,5 можно будет записать. Это вот этот фильтр. Какой-то там GP 033 F. На нем написано 8 ватт. Не знаю, видно вам или нет. Тоже фильтр довольно-таки хороший, я его усовершенствовал. Ну, и фильтрует он просто супер. 2,4 ватта показывает. Это вот этот мой любимый фильтр. Вот этот большой аквариум грязный. Сегодня, завтра его буду чистить. Он у меня один такой, тоже усовершенствованный. Фильтрует просто супер. Ну, и подведем итоги. Всем привет еще раз. Сейчас я вам назову, сколько, допустим, у меня фильтров, ну, и по сколько я ваттах записал. Значит, фильтра у меня 15 штук, я записал по 10 ватт. лента 5-метровая с 3-мя галогенками, я их называю, 2 штуки по 45 ватт. Компрессоры 35-ваттные 2 штуки по 27 ватт написал. Прожекторы 10-ваттные 3 штуки по 9 ватт написал. Лента 5-метровая с 2-мя галогенками 1 штука записал 62 ватт. Она меня больше всего удивила. Лента 2-метровая с 2-мя галогенками 1 штука 28 ватт. Лампочки я вам в ролике показал 2 лампочки у меня их 3 лампочки 9 ватт, 7 ватт и 7 ватт. Я записал 17 ватт. Фильтр 8-ваттный я записал 6,5 ватт и фильтр самый махонький записал 2,5 ватт. Ну и еще лента 1-метровая у меня их 2 штуки записал по 4,5 ватт. Ну итого получилось 446 ватт. Практически 500 ну 450 можно сказать 500 я что-то переборщил. Ну довольно-таки неплохой показатель но я его попытаюсь как бы уменьшить так немного ну это я посчитал когда вот все работает все компрессора лампочки ну конечно не все работает где-то вот у меня аквариумы сейчас пустые там компрессора работают не часто просто там продувочка где-то стоит такое бывает ну вот в пике я так посчитал хочу уменьшить этот показатель примерно вот до 350 330 ватт будет хорошо возможно где-то вот ленту заменю то есть хорошо этот прибор есть померил хоть буду знать до сих пор у меня вот с головы не уходит 60 ватт да до этого лента белая 5 метровая с тремя этими галогенками или уж там диодами как не знаю правильно 45 ватт то есть это еще куда не шло но все равно такой довольно-таки высокий показатель то есть больше всего у меня потребляют это вот ленты то есть лампочки прожектора потребляет не так много ну что-то я разболтался надеюсь что вам ролик очень понравился всех вас благодарю за просмотр этого видеоролика лампочки 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 Субтитры сделал DimaTorzok